Сегодня завершилось финальное голосование в конкурсе «Россия-10». Оно определило 10 главных достопримечательностей страны. Соловецкого архипелага в этом списке нет, зато от северо-западного региона страны в топ-10 вошли Киджи, Петергоф и Псковский Кремль. Победителями рейтинга стали мечеть Сердца Чечни и Коломенский Кремль. Напомним, голосование проходило с 25 марта в три этапа. За 799 достопримечательностей участников россияне отдали 224 млн 605 тыс. голосов. В Архангельской области заканчивают формирование непростого бюджета на 2014-2016 годы. Главная задача, стоящая сейчас перед правительством области, обеспечить сбалансированность финансовых средств. На федеральном уровне бюджет формировался, исходя из реальных экономических показателей. Правительству страны пришлось на 5% сократить запланированные ранее расходы. Возможно, тоже придется сделать и областным политикам. Министерством финансов совместно с отраслевыми ведомствами произведен расчет финансовой потребности для реализации майских указов президента. На трехлетний период дополнительно потребуется почти 50 млрд рублей, в том числе 15 млрд уже в следующем году. Только на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы необходимо предусмотреть 5,5 млрд рублей. 8-10 октября в региональном правительстве состоится заседание комиссии по бюджетным корректировкам, на которых будет представлен прогноз социально-экономического развития региона. Минтранс предлагает установить единый билет на все виды транспорта. Ведомство разработало законопроект по развитию комбинированных перевозок. По задумке разработчиков, единый билет упростит жизнь пассажира. Он будет сочетать в себе, к примеру, перелет на самолете и поездку по железной дороге. В этом случае никто не будет бояться опоздать на свой рейс, говорят законодатели. Соглашения будут заключаться между перевозчиками по инициативе одного из них. При этом предложение присоединиться к смешанному маршруту должно быть сделано не менее чем за месяц до начала сотрудничества. Возить пассажиров по единому билету можно будет только между пунктами, которые входят в специальный перечень. Его составят на основании обращений по поводу заключенных соглашений. Правда, сэкономить на транспорте пассажирам вряд ли удастся, считают создатели единого билета. Стоимость услуг перевозчиков не уменьшится.